слушайте трансушку и внимайте свои ушки я поговорю сегодня с вами о диетах о показах и о том как стать моделью наверное эта информация будет для вас очень полезно первое сделай снэпы не знаю что такое снэпы про гугли для чего тебе гугл в двадцать первом веке дорогая моя курочка второе сделай себе видеопроходку не знаю что такое видеопроходка пошла к точке встала покрутилась то как все делают модели только кстати девочки одевайте одежду максимально показывающую ваше тело не одевайте бабушкины панталоны и папины сапоги унты вы должны максимально показать достоинство своего тела то есть это должна быть майка белая серая черная или лифчик купальник и шорты вы делаете снэпы и делаете модельное видео проходку и отсылаете модельное агентство которые самые лучшие и которые в действительности занимаются вашим продвижением в украине 5 модельных агентств линия 12 lmodels star system faces и one mother's energies владимира ядашкина в чем преимущество одного или другого модельного агентства первое линия 12 очень хорошая база моделей и работает уже долго на рынке моды они действительности вкладывают и у них очень много моделей которые стали топовыми это не просто слова на ветер и не выкачивание ваших денег потому что им так хочется они не будут заниматься вами если вы неудачница one mother's energies перспективное модельное агентство которое работает на рынке украины уже два года они могут похвалиться многими известными своими моделями и основном у них перспектива на нью-йорк то что немаловажно lmodels честно больше знаю парней от них чем девушек они мне кажется более удачливо занимаются именно мужчинами faces я просто знаю что она есть я знаю что она хорошая ну и все на этом и конечно же star system там где моя любимая мальтильда бермах то модельное агентство которое ищет очень интересные и не на космические внешности типажи и как раз еще один секрет матильда бермах шапик в тебя влюблен если ты когда-то увидишь курочка мой влог знай об этом так что если ты хочешь понравиться шапику у тебя должны быть светлые волосы и большие губы и ты должна быть худой если вам уже 25 лет и у вас срос метр шестьдесят как у карлика то не думайте что вы станете модели даже если у вас лицо как у меган фокс запомните параметры превыше всего вы должны осознанно понимать посмотреть зеркало какие вы потому что у многих амбиции зашкаливают особенно мне нравятся те курочки которые сами наняли фотографа сделали наняли студию сделали все фотографии считаю себя моделями я считаю что модельные школы это честно развод потому что поверьте если видят вас перспективу видят вас внешность то вас возьмут с руками и ногами и так научат вас корявую ходить горбатую несут улица то есть правильно позировать они вы должны вкладывать вас свои деньги и свое время потому что вы потом им отобьете это на своих контрактах каждое модельное агентство с каждого вашей работы с каждого контракта имеет какие-то энную сумму процента вы что думаете они на халяву с вами будут заниматься свое время тратить они найдут марусю сделать не топ модель по украински если вам сказали то что вы подходите они сами займутся дальше вашим развитием и найдут вам контракт честно для начала мне кажется лучше ехать в европу почему европа да у меня спросите честно вы будете в минусах то но основное количество девочек будет в минусах вы приезжаете какую-нибудь италия париж но я буду говорить за париж да и модельное агентство вначале вам дает 80 евро это pocket money это каждую неделю вам будет выдавать но вы так сильно не обольщайтесь дорогие мои потому что даже на жратву вам будет их не хватать 20 евро будет стоить эта карточка что поездить по метро потому что такси дорогое и каждую неделю вы должны пополнять себе счет чтобы могли разъезжать куролесить по парижу кастингов у вас будет 56 как минимум то есть вы должны осознанно понимаешь вам надо тару за собой нести каблуков одежды и так далее еще выглядеть естественно что понравится заказчику как выбирают его поймешь честно особенно касается китая там все тупо одинаковые особенно мужчины но что вася шо петя шо жора одна и та же рожа честно что серёжа на похоже правильно саша они как по трафарету от выбрали картинку и ты должен так выглядеть если сука ты так не будешь выглядеть майдана вы можете приехать и нихера не получить вы можете приехать и заработать кучу денег и купить здесь себе квартиру ну конечно не за один раз а за несколько вы приезжаете в европу если вы минусах вы отрабатываете сначала эти минуса за перелеты проживания и так далее а потом уже работаете в плюсы если вы не отрабатываете мои курочки что основном таки происходит минуса и приезжайте второй раз вы отрабатываете в этом агентстве первый минус и второй. Вот такая королесица. То есть, понимаете, да? Рабсила. В Китае все проще. Там можно зарабатывать баблишко. Вы уже смотрите сами, что вам интереснее. Зарабатывать бабло или заработать имя, портфолио очень хорошее, и приехать в Китай на ставку. А ставка может быть от 1000 долларов и выше. Работаете, вы снимаетесь, не снимаетесь, у вас будут деньги. Если вы понравились на кастинге, то вам делают тест-шутинг, после которого выбирают, будете вы работать у них или нет. И как мне, сука, было обидно, когда из-за этих прекрасных локонов меня не брали Армани, Кельвин Кляйн, потому что им тупо нужны были мои волосы. Без волос мое лицо нахер никому не надо. Я смирилась с этой жесткой правдой. Насчет анорексии. Я отношусь к анорексии очень плохо и булимию тоже, потому что это более психологическая болезнь. Ну, дорогая моя, нахера быть скелетом, согласись. Надо быть красивой, роскошной бобёхой, чтобы было за попку подержаться и грудь показать. Потому что если вы угробите свой организм, нахер никому вы не нужны. В основном хотят стать моделями отчиславия. Все модели хотят внимания, блядь. И удачно выйти замуж. Честно. В основном удачно выйти замуж. Потому что ты сверкаешь своей модой, ой, мордой, блядь, мордой, на всяких там показах, телеканалах и так далее, журналах. И тебя смотрят богатенькие чувачочки, и выбирают вот это будет моя. Потому что им нахрен не надо вот это ходить на свиданку и все остальное. Они договариваются с нужными людьми, и вы можете стать спокойно хорошей женой. Это, наверное, самое удачное для женщины. Потому что после 30 лет вы нахрен кому не надо будете. Будете сосать в подворотне. И работать тем, что насосали. Вы должны быть прокаванными бобёхами. То есть, если выходим замуж, выходим удачно. А не за кого попало. Не за Алёшу, блядь. 300 раз подумайте, хотите вы быть моделями или нет. Потому что это кажется, что это всё красиво. На самом деле это не так. Это очень тяжёлый психологический и физический труд. Берегите дупло с молоду. Модельный бизнес, он коварный бизнес. И каждая сука захочет вам влезть вот туда и вот туда. Очень жёсткий блядь бизнес. Серьёзно. Гробится нахер кожа. Потому что, когда ты приезжаешь, ты думаешь, ха-ха-ха, я красавица. Нихуя таких, как ты, тысячи. Вы сидите на кастинге и у вас такое ощущение, что, блядь, все охеренные, все охеренные, все стильные, все хипстеры, все, блин, по моде чёрном одеты. Кстати, модели любят очень сильно джинсы и чёрный цвет. То есть, в основном на кастинге это одна биомасса. Биомасса роботов, которые захватывают мир. Вам надо будет попрощаться с половину ваших волос. Потому что, как китайцы начёсывают, сука, так никто. Они как будто делают эльфовую башню на твоей голове. Ты приезжаешь общипанной курицей. Что ты делаешь дома? Восстанавливаешь свою кожу, восстанавливаешь свои волосы и едешь обратно. И, кстати, они не умеют красить. Они красят, как своих родочей китайцев. Узкоглазых, блядь. Кстати, вы знаете, что я наполовину тоже китайка, потому что у меня дедушка китаец по папиной линии. А вы что думали, почему у меня такая, ебаная, метеорическая внешность? Потому что у меня смесь кровей. А мой су-продюсер говорит, чтоб я одела вот эту ху**ку, потому что сейчас большие аксессуары в моде. Но я его послушаюсь, конечно, потому что у него мой паспорт. Вы хотите, чтоб вас любили и восхищались, куча поклонников у вас было и так далее. Чтоб вам писали, строчили, дрочили на вас. Минусы? Вы не спите. Вы ходите вечером в клубы, потому что на халяву можно там пожрать за весь день. Потому что вас угостят шампанским и дадут, и дадут вам покушать. Почему я в нем? Потому что мне нравится торговать своим лицом. И потому что мне нравится, что на меня смотрят. И я, конечно, хочу больше, чем модельный бизнес. Я хочу стать актрисой погорелого театра и телеведущей. Я ж не дура какая-то. Я ж понимаю, что я удачно не выйду замуж. Из-за этого мне надо баблишки своими ручками и своими силами собирать. А модельный это очень хороший старт для твоей будущей карьеры. Если ты не тупорылая, пиздая. Все, я закругляюсь, потому что мне уже надоело сегодня говорить. Звезды не на моей стороне, потому что меня окружают демоны вокруг. А демоны в Христе... Я боюсь половины здесь людей. Все. Целую в плечи. До скорой встречи. Ваша Транцуха Анжела. Все, Саша, это какая-то хуйня. Тут поприехали. Тут поприехали. Везде приехали эти... Как кто они? Любовь Христа? Церковь Возрождения. Церковь Возрождения. Это те, которые хуйня. Сашу. Вы понимаете, да? А тут я. Такая красивая. Понимаете? Они подумали, или шлюху они вызвали, или я не знаю. Или спасательницу. То есть, понимаете? Это жопа какая-то. Я боюсь какое-то слово сказать, потому что думаю, меня проклянут. Ну, куда дальше меня проклевывать? И так уже жизнь меня прокляла, как могла.